ну что ж добрый день как обычно я рада приветствовать всех кто решил зайти ко мне на канал и сегодня я хотела бы поговорить с вами традиционно уже более-менее о парфюмерии и конкретно я бы хотела сегодня показать обозначить те парфюмы которые имеются у меня в планах на ближайшее время я прежде всего выделила среди своей коллекции ароматы именно во флаконах от ливантов у меня немереное количество и я просто вообще не рискнула залезать туда с какими-то планами вот это что называется уже будет как бог на душу положит и какое настроение но вот среди флакончиков мне захотелось порыться и я решила выбрать среди вот своих именно флаконов те ароматы которые как мне кажется будут неплохо смотреться в октябре и которые я уже какое-то время не носил то есть те ароматы которые я вот как-то как-то не складывалась у меня в последнее время по разные причины не потому что мне не мне не нравится нет абсолютно нет но то ли не их время то ли было что-то на тестирование то ли что-то новенькое в общем как-то все не доходили у меня до них руки то есть где-то вот такие я ставила для себя рамки в выборе парфюмов которые я бы хотела поносить в октябре и у меня получилось 11 вариантов 11 ароматов я отобрала и давайте я сейчас их вам покажу я думаю видео будет не очень длинная я не буду подробно рассказывать о каждом аромате но хватит болтать давайте приступим и так для ношения в октябре я думала выбрать ароматы которые ну которые во первых как мне кажется подходят на осень и какие ароматы подходят на осень да я хотела взять не очень яркие не очень насыщенные не очень такие шлейфовые ароматы и такие оказались не все не все не все ароматы среди тех которые я выбрала обладают этими качествами вот потом были конечно разные другие критерии и так все таки хватит болтать стелла хватит болтать начнем повтор начну я пожалуй с повтора потому что для меня это откровенно осенний аромат вот просто осенний я его уже показывала в сентябре носила в октябре и для меня это именно аромат осени это estee lauder private collection я его повторяюсь я его купила по моему то ли в августе то ли в сентябре и носить его я начала осенью и для меня это осень не весной не летом он у меня у меня и мысли нет его достать это осень и вот сейчас у меня в окошечке в окошечко светит яркое солнце у нас такая шикарная летняя погода вот можно сказать летняя потому что небо голубое солнце яркое и мне кажется это не его погода мне кажется что вот для аромата private collection от estee lauder должна быть погода осенне дождливая может быть немножко сумрачная более какая-то влажная и мне кажется вот именно тогда это его время а в такую яркую солнечную бабье летнюю погоду мне кажется этот аромат не будет смотреться так красиво по крайней мере я его не воспринимаю вот в такую погоду для мне для него нужно что-то пасмурное может быть легкий дождик но по крайней мере не столь оптимистичное солнышко который вот сейчас у меня за окном этот аромат я бы хотела носить в более влажную более ветреную более серую погоду вот такую вот у меня он идет с такими вот впечатлениями следующий аромат который я бы хотела вам показать и который для меня тоже связан с осенью и не только с осенью но вот в том числе это аромат от марки корон это флорда рака и я очень люблю этот аромат он у меня в концентрации туалетная вода и он у меня даже задублен этот аромат вот не конкретно этот флакончик но этот аромат я покупала первый раз в вене я покупала его в августе и он у меня отстоялся перед тем как я начала его носить и носить его я как раз начала осенью делась где-то в сентябре или в октябре я его открыла и началась моя любовь в отношении к этому шикарней шуму аромату и вообще мою любовь к дому корону к парфюмерному дому корон он у меня один из любимчиков вот что касается аромата флорда рука и я его повторяю его даже задублила это дубль это не тот аромат аромат который я покупала в вене что касается этого аромата мне кажется он находится он наверное троюродный брат троюродный брат направление поэмы потому что в принципе этот аромат тоже о медовых цветах но я не зря сказала что это примерно троюродный брат потому что поэма насыщенная насыщенная густая томная вся такая знойная плотная шлейф у нее просто сумасшедший восхитительный я очень люблю поэму что касается аромата флорда рука это здесь медовые цветы но они более нежные они более воздушные они более деликатные они более аристократичные если поэма это такая великолепная дама роскошная какая-то богатая герцогиня которая жаждет поразить присутствующих на балу своими драгоценностями своей роскошью то флорда рука и как мне кажется это дама тоже аристократическая но не та которая жаждет поразить своей роскошью своим великолепным вкусом в сочетании с богатством обладающие не знаю более более сдержанным вкусом сдержанным аромат более сдержанные более воздушные более легкие но это все равно прекрасные медовые цветы с элементами меда с из других здесь прекрасная богатейшая пирамида я не вычлени здесь ни одну ноту мне кажется как в любом шедевре шедевр на ноты не разлагаем вот великолепный аромат я его очень люблю для меня любовь к нему началась осенью из той поры я очень люблю носить его осенью в какой-то степени зимой вот и в вот в моем понимании флорда рука и вполне можно носить в такую яркую солнечную красивую осень следующий аромат который я бы хотела показать и который в моем понимании будет неплохо смотреться осенью и даже теплой осенью это аромат от марки шабом и у меня здесь нектар дефлюр этот аромат достался мне по обмену я его не очень-то хорошо поносила я его попробовала и насколько я успела понять это да это цветочный нектар это аромат цветочный сладковатый цветочный интересный шлейфовый мне кажется он плотноват вот так что это вот были первые мои впечатления мне тогда показалось и сейчас я думаю что это тот аромат нектар дефлюр от марки шабо который неплохо зашел бы мне сейчас в октябре и мне кажется он да неплохо бы смотрелся именно в такую хорошую ясную солнечную погоду потому что как мне кажется аромат оптимистичный вот если а для меня в аромате estee lauder преобладают какие-то меланхолические нотки для меня это аромат размышления аромат какой-то вот погружение в себя аромат не знаю дождя сырости и ветра то вот здесь этот аромат кажется мне более сладким более оптимистичным и мне кажется что вот туда на солнечный октябрь он подошел бы прекрасно следующий аромат который я вытащила который я полагаю неплохо бы смотрелся вот сейчас осенью это аромат от марки живанши и это оде муазель буа де луда у де муазель буа де луда этот аромат тоже достался мне по обмену я в общем довольна этим обменом у меня кстати так много ароматов получилось по обмену в общем-то и это радует этим обменом я довольна что я могу сказать про аромат дэму а дэмуазель буа де луда это аромат как мне кажется цветочно-древесный это аромат цветочно-древесной средней плотности и мне кажется в общем-то он такой цветочно-древесно-кремовый потому что определенные нотки кремовости я в этом аромате ощущаю здесь тоже достаточно богатая пирамида вот мне кажется что этот аромат по своему настрою по своему звучанию тоже будет очень неплохо гармонировать с осенней погодой и мне кажется в разную осенние погоды я бы смогла его носить по крайней мере я попробую это сделать по крайней мере я попробую это сделать я думаю что этот аромат должен звучать должен звучать в октябре не только в октябре и в ноябре я думаю тоже следующий аромат но я не уверена что это пойдет у меня на октябрь но тем не менее я достала потому что очень давно не носила этот шикарный аромат очень давно это красавица самсара это красавица самсара от марки герлен у меня еще в старом в таком в красном варианте здесь вот от пита совсем чуть-чуть я тот еще жмот ну и у меня достаточно большое количество ароматов чтобы я не зациклилась на каком-то одном если только не случится запой и внезапная страстная любовь и страстный роман и так аромат самсара от герлен вот он как раз не подпадает под ту категорию ароматов которые я подбирала когда говорила что не очень греломкие не не супер шлейфовый мне кажется что самсара как раз таки подать определение не подпадает мне кажется это прекрасный шикарный великолепный аромат кажется он восемьдесят девятого года да я не уверена по моему это аромат восемьдесят девятого года это еще произведение жан-поле герлена это аромат великолепный роскошный глубокий я напоенный это как раз таки шлейфовый аромат это как раз таки плотный аромат это достаточно заметный аромат мне кажется этот аромат не может просто остаться незаметным но я очень давно его не носила и мне захотелось его вытащить не захотелось его почувствовать и я попробую поносить его в разную погоду, по крайней мере, я постараюсь это сделать. Мне кажется, что самсара должна быть прекрасна, вот в том числе и осенью. Ладно, не будем. Не будем. Следующий аромат, который я достала, но у меня все-таки по нему какие-то вопросы есть, но тем не менее я его достала для себя. Это шалимар. Шалимар суфль де люмьер. Это шалимар, суфль де люмьер. Вот и парфюм. Вот такой вот флакончик, совершенно чудесный, нежный, воздушный, очень какой-то... Не знаю. Мне приходит на ум вот именно определение нежный. Я этот аромат тестировала, пробовала только один раз, но мне тогда показалось, что в этом аромате очень много цитрусов. Но это было незадолго после того, как он ко мне пришел. Я его отставила на долгое время. И сейчас я его вытащила и подумала, что надо бы попробовать суфль де люмьер, поносить. Тем более, что на него просто шикарные хвалебные отзывы. Вот сама марка Герлен мне нравится. В частности, вот, например, флагманский аромат до этого направления. Сам шалимар я люблю. У меня есть и отливантик, еще не доношенный, и новый аромат, купленный как раз вот в этом году. И я думаю, что у меня не только флагман, у меня еще есть парочка ароматов из ряда шалимаров. Я думаю, что вот этот аромат, опять-таки, у меня есть такая надежда, что суфль де люмьер будет интересно звучать вот сейчас. По крайней мере, я попытаюсь его поносить. Продолжаем. Я уже попробовала, и мне показалось, что я не ошиблась в своем выборе. Я достала вот такой аромат. Это аромат Амбра от марки Балдесарини. Ой, куда я показываю, да? Аромат Амбр от марки Балдесарини. У меня тестер. У меня тестерный вариант от Этуалетты. И у меня такая большая версия. Я же сговорила о том, что я очень заинтересовалась нотами Амбры. Вот такой вот большой, огромный флакон. У меня вы видите, что он уже отбит. Тут видно, что флакончик начат. Это вообще-то аромат для мужчин. Это вообще-то мужской вариант. Но мне кажется, что он подойдет и женщинам. И вот я уже его носила, я сказала. И мне кажется, что осень, осень это весьма неплохое для него время. Аромат негромкий как раз-таки. Аромат звучит достаточно тихо. От него очень легкий шлейф. Аромат такой облачный, мягкий. В нем нет ничего резкого, в нем нет ничего громкого. Я бы сказала, весьма деликатный, как мне кажется. Аромат, по крайней мере, таковы мои ощущения от него. Он такой амброво-деревяшестый, достаточно деликатный, негромкий, мягкий. Я не скажу, что это чисто мужской. По мне так это вполне приятный унисекс. Вот. И как раз-таки он подходит, еще раз повторю, под вот сейчас мой настрой попробовать некоторые ароматы, которые не очень громкие, не очень шлейфовые, не очень густые. Вот это как раз тот. Он достаточно прозрачный, но он с теплинкой с определенной. В теплинке кроется в том числе и что-то более интересное. То есть он амброво-деревяшестый. Амбра там периодически звучит с такими солоноватыми какими-то интересными нотками. Мне пока что понравилось. Я его уже поносила и решила где-то раз-два я его надевала и решила оставить. И еще несколько ароматов, которые я хотела бы вот обозначить. Я достала вот такой аромат. это у меня наборчик от марки Л'Амазон Ду Ле Вани. Я покупала наборчик ваниль мира. Там пять ароматов. И это ваниль Нуар Ду Мексики. Ваниль Нуар Ду Мексики я достала показать вам в флакончик. Здесь у нас 15 миллилитров, но у меня есть отливантик. Я его еще не закончила. В отливантике у меня наверное миллилитров 5-6 осталось. И я не стала доставать сюда отливанты. Я как раз хотела отобрать именно флаконы. Было у меня настроение по флакончикам пройтись. Я знаю этот аромат. Я его уже носила. Вот это ваниль Нуар Ду Мексики. Черный ваниль Мексики. Мне кажется ванильным ароматом не самым громким и не самым плотным. То есть например по сравнению с Антильской ванилью из этого же набора которая и густая и такая темная тягучая и согревающая вот эта мексиканская ваниль как мне кажется более легкая она отчасти кондитерская по мне она звучит как такое свежее ванильное тесто вот именно тесто потому что в ней ощущаются для меня влажноватые нотки но она воздушная она более легкая она какая-то вот какая-то как как перышко такая вот парящая вокруг вас это не плотная густая струя это какое-то нежное такое вот что-то совсем легкое как паутинка вот эта знаете шерстяная паутиночка вроде как и тепленькая и очень легкая такая прозрачная и вот эта вот ванильную арду мексик она примерно такая же то есть ванилька это что-то в какой-то степени гурманское сладкое но не супер съедобное не попослепательное не плотное не липкое вот достаточно легкое но приятный аромат часов мне кажется шесть шесть она будет держаться и осталось у меня еще три аромата первый который я уже носила но мне все-таки хочется поносить его в более влажную погоду я думаю там он будет звучать интересно у меня есть такое предположение это тайна от новой зари мне понравилось как звучит на мне тайна я вот немножко его поносила вы видите розы с пачулями красивый интересный строгий элегантный аромат что еще сказать действительно хорош качественный аромат мне понравилась тайна стойкость часов 12 это вот только на теле на вещах гораздо больше как раскрывается мне очень нравится строго благородно элегантно красиво так что мне бы хотелось поносить тайну вот и еще для меня аромат тоже от новой зари для меня вот именно осенний это злата скифов новая заря злата скифов тоже немножко поношенная я помню этот аромат когда он вышел в 90-е годы он был у моей мамы в парфюмчике потом когда там оставалось совсем чуть-чуть в флакончике она отдала его мне я помню это его донашивала и просто млела от того насколько это был красивый аромат как мне кажется вот мне кажется что современная злата скифов не совсем то что было тогда но хотя мне лет было не так много я не очень хорошо помню тот шикарный аромат но помню что я была в восторге вот но тем не менее вот это злата скифов современный вариант для меня это прежде всего это воплощение это иллюстрация рассказа Бунина антоновские яблоки для меня это осень это антоновские яблоки в том числе да здесь ощущается легкие какое-то легкое яблочное какое-то звучание свежее кисловато сладковато плюс здесь не знаю запах осени запах свежести какой-то такой это еще не глубокая осень это еще мне кажется такая середина осени еще нет такой великой грязи еще нет затяжных дождей еще нет заморозков то есть это осень такая еще оптимистичная это не знаю там время свадеб время вот этих вот золотых листьев с красивой свежей яркой погоды вот нравится нравится и последний аромат который я достала про который я вспомнила и который мне захотелось сейчас ощутить это у меня миниатюрочка это локситан терделюмер вода парфам у меня миниатюрочка 5 миллилитров мне захотелось сейчас почувствовать этот аромат у меня миниатюрочка уже начата я имею представление об этом аромате ну по идее здесь у нас лаванда мед и что-то другое вот я остановлюсь я остановлюсь на перечисленных нотах лаванда и мед я невеликий любитель лаванды всегда была меня в свое время завораживала песня там лаванда горная лаванда но как-то знакомство с этим ароматом когда оно произошло произошло оно когда-то там в косметических средствах и там лавандовое масло оно как-то не впечатлило меня я так подумала что лаванда мне пожалуй не нравится и в общем-то я и держалась этого мнения пока ну не встретила где-то более интересную лаванду в этом аромате в этом аромате что мне чувствуется мне чувствуется что здесь действительно есть аромат лаванды но он не настолько резкий не настолько какой-то пыльный который мне не нравился мне кажется лаванда здесь более мягкая более нежная может быть я не знаю может быть более молоденькая я не знаю как звучит молодая лаванда но по крайней мере здесь чувствуется больше с одной стороны свежести с другой стороны вот действительно медовости медовости звучания вот этой вот какой-то легкой терпкости напоенности желтоватости мне кажется вот ему очень подходит и флакончик и крышечка и вот это вот жидкость как раз мне кажется отражает звучание парфюма мне этот аромат понравился мне понравилось его звучание вот это вот он не очень плотный вот он как раз не шлейф он как раз не очень громкий но есть в нем вот эта вот легковатая терпкость и одновременно мягкое травянистое звучание так что вот мне захотелось его сейчас так что я достала его одиннадцатым ароматом ну вот собственно я показала вам одиннадцать ароматов которые приготовила себе на октябре а как у меня получится уже носить эти ароматы я не знаю жизнь покажет вот я ношу обычно ароматы по настроению я обычно с вечера никогда не знаю что я надену утром вот поэтому все зависит от погоды от настроения от расположения духа вот и всего остального конечно у меня еще масса отливантов которые я даже не пыталась сейчас вот залезть и вытащить осенние ароматы потому что отливантов у меня огромное количество вот разумеется я буду носить и то и то в общем на что глаз упадет к чему лапка протянется то я и буду носить ну а вот это вот что называется мои парфюмерные планы то что мне захотелось почувствовать захотелось ощутить но все сразу конечно на себя нанести не могу так что будем стараться ну а сейчас я прощаюсь с вами спасибо вам за просмотры я надеюсь вам было интересно если вам было интересно вы можете поставить пальчик вверх если хотите подписаться то я буду очень рада всего доброго и до свидания